Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Сегодня в Красноярске и в Краевном говорят о надвигающемся гриппе. Дело в том, что у нас пока ситуация достаточно спокойная, говорят медики, но тем не менее по стране уже есть хорошие очаги и даже зарегистрированы летальные случаи. Поэтому сегодня мы будем говорить именно на эту тему. И у меня в гостях заведующая кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Красноярского края Елена Тихонова. Елена Петровна, здравствуйте! Здравствуйте! То есть летальные случаи уже... Это реальность, да? Да, это реальность. Сегодня Ленинградская область, то есть Санкт-Петербург непосредственно. Это Волгоградская область, Ростовская. Я так понимаю, что все равно это единичные случаи. Ну, конечно. То есть это не массово, это... Отдельные. Ну да, это отдельные случаи, но там тоже отмечается рост заболеваемости и респираторными инфекциями, и гриппом в частности. Теперь давайте тогда поговорим, чем это связано, чего нам бояться, не бояться. Ну, у нас ежегодно, мы вот в феврале, в марте ожидаем, и у нас это случается, подъем заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом в том числе. И у нас вот последние годы уже штамм H1N1, который вот мы называли свиной, правильно называть, что это пандемический вариант гриппа, Калифорния, у него такое красивое название, он у нас регистрировался все годы, начиная с девятого года. И он уже сегодня идет как сезонный штамм, наряду с другими вариантами того же типа А. То есть сегодня и в прошлом году он у нас был, и в позапрошлом году. То есть грипп регистрируется у нас для нашей территории, это не какой-то вот, не такая вот пандемия, которая была у нас в девятом году. То есть это у нас сезонный подъем заболеваемости, что мы имеем и на сегодняшний день. У нас и сегодня, наряду с ростом респираторных инфекций, у больных тоже выделяются и вот единичные случаи, вот гриппа типа А, H1N1, которые вот мы знаем. Но если говорить, допустим, это он единый по стране, да? Да, да. В европейской части, если я так понимаю, там не привыкли просто к этому гриппу, это для них явилось сюрпризом? Почему там такая ситуация, а у нас, вы говорите, что ситуация спокойная. Возможно, прослойка, так называемая, вот людей переболевших несколько меньше, потому что у нас побольше, потому что, если вспомню 2009 год, то грипп шел с востока, да? Поэтому, конечно же, мы были одними из передовых территорий, где была высокая заболеваемость гриппом, и, наверное, часть населения нашего переболела, поэтому вот эта иммунная прослойка создалась, что и способствует защите территории Красноярского края от того, что у нас наверняка должно быть меньше больных. Возможно, это мое предположение, что до Запада уже, ну, как-то, наверное, в меньшей степени, и меньше, может быть, число было заболевших гриппом, и у них низкая иммунная прослойка, что, наверное, способствовало тому, что сейчас у них вот отмечается такой рост заболеваемости. То есть у них та ситуация, которая у нас была в 2009-м? Ну, не могу я сказать, что именно в полном, все-таки тогда было больше заболевших, но сейчас, просто на сегодняшний момент, когда по всей стране идет подъем заболеваемости респираторными и гриппом, на территории вот западной части России, этих больных просто в процентном соотношении больных с гриппом типа А больше, чем, допустим, вот в восточной части Российской Федерации. Те прививки, которые люди сделали, во-первых, сейчас, мы начнем с того, что, а прививки сейчас вот ставить... Поздно. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Во-первых, прививка будет неэффективна в каком плане? Что сейчас идет рост респираторный. Даже если вы завтра поставите прививку, вдруг на вас наслоится вот, ну, легкая респираторная, да, значит, уже прививка не будет, не будет формироваться поствакцинальный иммунитет, потому что организм будет бороться вот с этой инфекцией, которая на вас наслоилась. Поэтому прививка будет просто неэффективна, то есть не сформируется иммунитет, который должен быть. Поэтому сейчас, в период подъема заболеваемости, прививка неэффективна. То есть сейчас как бы это делать бессмысленно абсолютно? Бессмысленно. Надо было делать раньше. Надо было делать раньше. Те прививки, которые были сделаны, все-таки люди прививались, они насколько защищают нас именно от того гриппа, который сейчас идет? Они защищают. Вот в состав прививки входят антигены вот этого штамма, Калифорния, H1N1. Поэтому в составе прививки антигены этого штамма тоже есть. Поэтому это прививка. То есть кто привился и кто ранее не болел данным гриппом, конечно, для них это защита хорошая. То есть мы выяснили с вами, что у нас территория более защищенная по сравнению, допустим, с западной территорией, для вот, как говорят, Калифорния, да? Или как по-другому его называют, потому что свиной грипп, да? Все-таки, когда ожидается у нас приход? Потому что, насколько я понимаю, сейчас ближайшая точка, где он остановился, это Новосибирск, если я не ошибаюсь. Новосибирск, да, есть уже случай. Но у нас тоже есть единичный. Он на игру у нас как сезонный уже штамм стал. То есть это как бы уже... Это сезонный штамм. То есть как обычные другие штаммы гриппа. И тип А, и тип Б. То есть вот эти штаммы есть. Хорошо. Что делать? Что делать? Чтобы, по крайней мере, не заболеть? Ну, во-первых, я начну с того, что все равно этот штамм, он все равно пандемичный, он все равно тяжелый. В плане вот развития заболевания, развития осложнений. Поэтому вот я для начала хочу сказать, что, во-первых, нужно предупредить население, что этот грипп имеет место быть. И для него, как и для любого варианта гриппа, характерно острое начало, о чем мы должны населению сказать. Что это подъем температуры до 38-39 градусов, это головные боли, это заложенность носа, то есть обильного насморка нет. Это першение в горле и кашель. То есть если у вас такая выраженная интоксикация, ждать не надо, потому что любой грипп нужно лечить вот в первые 48 часов. То есть вызывать врача и начинать прием препарата. Это нелегкая респираторная. И еще именно вот для этого пандемичного варианта гриппа характерно то, что рано развивается пневмония. То есть вот это вот вирусно-бактериальное, которое особенно, наверное, опасно для пациентов, которые относятся к группе риска. И хотела я их напомнить обязательно. У нас группа риска, то есть там, где возможно летальность максимальная, это беременные, это дети до года, вот первых трех лет жизни особенно. Это люди с ожирением, это люди, у которых хронические поражения легких, это бронхиальная астма, обструктивная болезнь легких. Это больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И пациенты, которые принимают гормональную какую-то терапию, потому что гормоны снижают иммунитет. То есть им нужно в первые 48 часов принимать сразу? Прямо обращаться, то есть вызывать врача, да, то есть не затягивать, потому что, я говорю, вот это... Не заниматься самолечением ни в коем случае. Не заниматься, да, однозначно. Потому что достаточно быстрое, возможно, течение заболевания, а если это еще на фоне применения гормонов, то клиника может быть стертая, она не может быть вот такой яркой. И пациент может долго находиться дома. И потом исход может быть самый различный. Лучше вот с простым заболеванием, с насморком обратиться в больницу, чем заниматься самолечением после чего? Особенно в подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Профилактические какие-то меры есть? Профилактические меры. Ну, во-первых, для тех, кто не болеет, это, конечно, должны быть, вот, как мы говорим, и у нас всегда это понятие, особенно актуально в период подъема заболевания, это респираторный этикет. Что это такое? Ну, грипп передается, и респираторная инфекция – это воздушно-капельный путь передачи, и сегодня это доказано, что это болезнь грязных рук. Поэтому пришли с улицы, обязательно помойте руки, потому что вирус на руках, на грязных, может сохраняться до 72 часов, если их не мыть. Далее, это, конечно, масочный режим. И если вы чихаете, или там кто-то чихает, то есть если человек больной начинает чихать, то, конечно, это не просто в руки чихать, а должны быть, ну, вот, разовые вот эти платочки, чтобы не распространять вирус и не инфицировать других. Ну, я уже рассказала, масочный режим в обязательном порядке. Ну, и потом у нас погода такая неустойчивая, то морозы, то потепление, как в эти выходные, избегать вот этих вот посещения массовых каких-то мероприятий. Потому что могут быть люди прийти, так скажем, в инкубационный период, когда он уже заболел, то есть вирус уже, но клинически, да, нет проявления, он может быть источником инфекции. Поэтому вот при подъеме заболевания, ну, лучше, может быть, посидеть дома с книжкой, да, или с компьютером, да, но, ну, не вот такие массовые мероприятия желательно не посещать. Ну, и, естественно, если ты больной, ну, не ходить никуда. Домашний режим однозначно. Домашний режим. То есть это первое. Ну, и, наверное, здоровый образ жизни, как мы говорим, это и полноценное питание, это положительные эмоции, потому что они наш иммунитет повышают, это главное. А медики края, они готовы к приходу гриппа? Да, сегодня в аптеках есть, вот я могу это четко сказать, сегодня в аптеках есть все и противовирусные препараты, и препараты, так скажем, и помогающие для того, чтобы купировать какие-то симптомы, а не противовирусные, ну, а как мы говорим, патогенетические, симптоматические препараты. Сегодня в стационаре, ну, вот, в частности, я могу по городу Красноярску сказать, в БСМП есть все лекарственные препараты, которые сегодня необходимы для лечения пациентов. Сегодня есть и инфекционные койки. При необходимости, если будет поток больных, будут развернуты дополнительные инфекционные койки для того, чтобы госпитализировать пациентов. Ну, и я, пользуясь случаем, хочу сказать, что вот группа риска, особенно беременные, да, то есть если у вас есть симптомы вот респираторных инфекций и гриппа, лучше вызвать скорую, обратиться к участковому врачу и приехать к нам в инфекционный стационар, потому что беременные, это вот, я говорю, определенная группа, тем более сегодня у нас уже зарегистрированы летальные случаи среди беременных в Санкт-Петербурге. Нет, я не напугаю, я это говорю, наверное, каждый год, что вот группы риска, чтобы люди были насторожи, я не пугаю, но береженого Бог бережет. Когда ожидается все-таки? Ну, уже который год мы ожидаем, это февраль-март, то есть вот начало февраля, то есть сейчас идет подъем респираторных инфекций, но порог еще не превышен, у нас сегодня нет даже эпидемии, то есть пока идут вот такие, ну, случаи. Отдельные. Отдельные случаи, да. Ну, то есть, скажем, сейчас, я так понимаю, сейчас все врачи делают все для того, чтобы, по крайней мере, заняться профилактикой заболеваний, если потом спасением большого количества заболевших, как это было в 2009 году. Правильно, правильно, да. Но в 2009, слава Богу, мы справились. То есть у нас было все четко организовано, и спасибо всем, что тогда мы услышали друг друга и отработали очень четко. Спасибо большое, что были у нас сегодня в гостях. Спасибо за ваше предупреждение. Будем надеяться, что они нам не понадобятся. Да, всем здоровья. Спасибо. Сегодня мы беседовали с заветующей кафедрой инфекционных болезней медицинского университета, профессором, доктором медицинских наук, главным нештатным инфекционистом Министерства здравоохранения Красноярского края Еленой Тихоновой. Всего доброго, до встречи и крепкого вам здоровья.